Блеск, великолепие и богатство монарших дворов Европы никогда не могли дать простого человеческого счастья детям венциносных особ. А уж потомкам русских государей, особенно последних двух, на долю выпало столько испытаний и страданий, что нам с вами не привидится и в кошмарном сне. Но все же одному парфирородному отпрыску дома Романовых удалось таки перехитрить судьбу. Младшая любимая дочь Александра Третьего, Ольга, великая княжна, а после великая княгиня Ольга Александровна, смогла спасти себя от большевистской расправы и от неизбежной депрессии в вынужденной эмиграции сюда, в Данию, в Копенгаген, на родину матери. Не родись красивой, а родись счастливой. Ах, как эта простая формула могла бы пригодиться многим и многим блестящим женщинам императорской фамилии. Девочка родилась тщедушной и некрасивой. Но только большие, волые глаза альденбургской породы, доставшиеся ей в наследство от матери, дочери датского короля, сделали ее лицо открытым и благородным. А еще девочке досталась страсть. Страсть к живописи, всячески поощряемая ее отцом, императором Александром Третьим. Жизнь в эмиграции здесь, на вилле Видеры, что позади меня. Хоть и при относительном достатке была далеко не сахар, своевольная императрица распоряжалась судьбой дочери, внуков и беспородного зятя, как своей собственностью. И только в 1928 году по смерти Марии Феодоровны дом удалось продать, а на вырученные деньги купить небольшую ферму Кнутсминне, где после долгого перерыва Ольга вновь занялась живописью. Музыка 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 Здесь, в Белеруб, сбылась ее мечта. Она стала фермером. Но на вопрос о роде занятий всегда отвечала «Я жена фермера». Музыка Музыка С этого момента началось возрождение. Искусство, любовь и труд на земле вернули великую княгиню к жизни. Ее живопись проста и бесхитростна, но мы лишний раз убеждаемся в правоте древних. Счастье – это общение с природой, с искусством и с людьми. Музыка 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 Продолжение следует...